Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задание 26.27. Нужно решить уравнение, используя новую перемену. х² плюс х плюс 1 равно 15 разделить на х² плюс х плюс 3. Но здесь целесообразно ввести такую перемену. у равно х² плюс х. Тогда уравнение примет вид. у плюс 1 равно 15 разделить на у плюс 3. Во-первых, запишем, что у не должно быть равно минус 3, потому что при этом значение знаменателем обращается в 0. И теперь мы умножим и левую, и правую часть на у плюс 3. Получим у плюс 1 умножить на у плюс 3 слева. А справа получим 15. Раскроем скобки у в квадрате. плюс у плюс 3у плюс 3. 15 принесем влево. Минус 15 равно 0. Приведем подобное. у² плюс 4у. И 3 минус 15, это будет минус 12, равно 0. Теперь решим уравнение у первое, второе, равно минус b, это минус 4, плюс минус корень квадратный из 16, минус 4, а единица c, это 12 с минусом. Значит, знак поменяем на плюс. И разделить на 2, это будет равно минус 4, плюс минус, под корнем у нас 16 плюс 48, это 64, разделить на 2, и это будет равно минус 4, плюс минус 8, разделить на 2. Тогда у первое равно минус 4, минус 8, минус 12, на 2, минус 6. у второе равно минус 4 плюс 8, 4 на 2, плюс 2. Итак, мы нашли два значения у. Теперь мы обращаемся к нашей переменной, и мы должны записать, что минус 6 равно х в квадрате плюс х. Перенесем минус 6 вправо и поменяем местами левую и правую часть. Получим уравнение х квадрат плюс х плюс 6 равно 0. Давайте вычислим дискриминант этого уравнения. b квадрат – это 1, минус 4, а – это 1, и c – это 6. Получается дискриминант 1 минус 24, минус 23, дискриминант меньше 0. Поэтому это уравнение корней не имеет. Теперь переравняем второе значение. 2 равно х в квадрате плюс х. Или если 2 перенесем вправо и поменяем местами левую и правую часть, получим х квадрат плюс х минус 2 равно 0. Вычислим дискриминант. b квадрат – это 1, минус 4, а – 1, c – минус 2, значит, плюс 2. И это будет равно 9. Тогда х первое, второе будет равно минус b, это минус 1, плюс-минус корень из 9 и разделить на 2. Это будет минус 1 плюс-минус 3 разделить на 2. И тогда х первое будет равно минус 1, минус 3, минус 4 на 2. Минус 2 х второе будет равно единице. Минус 1 плюс 3 – это 2 разделить на 2, это будет единица. И вот мы получили два корня уравнения. Пункт b. В пункте b мы имеем такое уравнение. х в квадрате минус х разделить на х квадрат минус х плюс 1, минус х в квадрате минус х плюс 2, и разделить на х квадрат минус х минус 2 равно единице. Но здесь тоже удобно будет ввести переменную. У равно х в квадрате минус х. Тогда наше уравнение примет такой вид. У разделить на у плюс единица минус у плюс 2 разделить на у минус 2 равно единице. Тогда мы единицу перенесем. Вот у перепишем левую часть без изменения. у плюс 2 разделить на у минус 2. Минус единица, справа останется 0, и приведем все к общему знаменателю. Общий знаменатель будет у плюс 1 умножить на у минус 2. Дополнительные множители. у минус 2 для второй дроби у плюс 1, и для единицы у плюс 1 умножить на у плюс минус 2. у минус 2. Теперь что у нас получается? у умножить на у минус 2. Минус у плюс 2 умножить на у плюс 1. И минус у плюс 1 умножить на у минус 2. И это все равно 0. Ну, запишем, что у не должно быть равно минус 1, и у не должно быть равно минус 2, потому что при этих значениях знаменатель дроби обращается в 0. Теперь мы можем приравнять нулю числитель. В числителе у нас у в квадрате минус 2у минус у в квадрате минус 2у минус у и минус 2. И здесь тоже открываем скобку. Минус у в квадрате минус у плюс 2у и плюс 2 равно 0. у в квадрате минус у в квадрате можем сократить. У нас остается минус у в квадрате. Теперь минус 2у и плюс 2у можно сократить. Остается 2у минус 3у и минус 4у. Минус 4у. И свободный член минус 2 и плюс 2 можно сократить. И все это равно 0. Так, умножим на минус 1 для удобства. Получим у в квадрате плюс 4у равно 0. Или если мы у вынесем за скобку, в скобке останется у плюс 4 равно 0. Тогда у первое равно 0, а у второе равно минус 4. При этом значение скобка обращается в 0. И тогда произведение равно 0. Теперь мы должны приравнять полученные значения у. х квадрат минус х. 0 равно х в квадрате минус х. Тогда поменяем местами. Внесем х. х на х минус 1 равно 0. Отсюда х первое равно 0, а х второе равно единице. Так, теперь приравняем минус 4. Минус 4 равно х в квадрате минус х. Или если мы минус 4 перенесем вправо, а потом поменяем местами левую и правую часть, получим х квадрат минус х плюс 4 равно 0. Вычислим дискриминант этого уравнения. b квадрат – это единица минус 4, а, с, и того получается минус 15. Дискриминант отрицательный. Значит, здесь у нас корней нет. И тогда остаются у нас только вот эти два корня. х первое равно 0, х второе равно единице. В пункте В х квадрат плюс 3х равно 8 разделить на х в квадрате плюс 3х минус 2. Ну, здесь удобно будет ввести перемену у равно х квадрат плюс 3х. Тогда наше уравнение приобретает вид у равно 8 разделить на у минус 2. Так, ну и теперь умножим и левую, и правую часть на у минус 2. При этом запишем, что у не должно быть равно 2. Так, получается у нас у умножить на у минус 2 равно 8. Или у квадрат минус 2у минус 8 равно 0. Найдем решение. у первое и второе равно минус b. Это 2 плюс минус корень квадратный из 4х. Минус 4а. С это минус 8. Значит, здесь плюс 8. и разделить на 2. Это будет равно 2 плюс минус. Что у нас под корнем? 4х8 – 32 плюс 4, 6. Корень из 36. И разделить на 2. И это будет равно 2 плюс минус 6. И разделить на 2. Значит, у первое равно 2 плюс 6, 8 на 2, 4. у второе равно 2 минус 6, минус 4 на 2, минус 2. Теперь возвращаемся к нашей перемене. у равно х квадрат плюс 3х. х4 равно х в квадрате плюс 3х. Или перенесем четверку вправо, будет с минусом, и поменяем левую и правую части. Получим такое уравнение. Найдем отсюда х первое. Второе будет равно минус 3 плюс минус корень квадратный из 9 минус 4а. С. С – это у нас минус 4. Знак на плюс поменяем и разделить все на 2. Это будет равно минус 3 под корнем у нас. 9 плюс 16 – это 25, корень из 25. И разделить на 2. Это будет равно минус 3 плюс минус 5. Разделить на 2. Тогда х первое будет равно минус 3 минус 5 минус 8 на 2 минус 4. х второе будет равно минус 3 плюс 5 плюс 2. И разделить на 2 единица. Теперь подставим второе значение у. у равно минус 2. Значит, минус 2 равно х в квадрате плюс 3х. или х в квадрате плюс 3х плюс 2 равно 0. Найдем решение уравнения х. Первое второе равно минус 3 плюс минус корень квадратный из 9 минус 4а с. и разделить на 2. Получается у нас минус 3. Под корнем у нас 9 минус 8 единица. Корень из единицы единица. И разделить на 2. И тогда получается у нас х третье равно минус 3 минус 1. Это минус 4 на 2 минус 2. и х четвертое равно минус 3 плюс 1. Это минус 2 на 2 минус единица. Наше уравнение имеет 4 корня. Пункт Г. В пункте Г мы имеем такое уравнение. 1 разделить на х квадрат минус 3х плюс 3 плюс 2 разделить на х в квадрате минус 3х плюс 4. И это будет равно 6 разделить на х в квадрате минус 3х плюс 5. Здесь удобно будет ввести такую переменную. у равно х в квадрате минус 3х плюс 3. Вот такую переменную ведем. Тогда наше уравнение примет такой вид. 1 делить на у плюс 2 делить на у плюс 1. И это будет равно 6 делить на у плюс 2. 1 на у плюс 2 делить на у плюс 1. Оставляем без изменения. Минус 6 у плюс 2. Это мы перенесли справа налево. Справа на столсу у нас 0. И теперь все приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель будет у умножить на у плюс 1. И умножить на у плюс 2. Дополнительные множители. у плюс 1 на у плюс 2. Так, для второй дроби у на у плюс 2. Для третьей дроби у на у плюс 1. Теперь внимательно это перепишем. у плюс 1 на у плюс 2 плюс 2 и минус 6 у на у плюс 1. Все это равно 0. Но запишем, что у не должно быть равно 0. у не должно быть равно минус 1. И у не должно быть равно минус 2. Потому что при этих значениях знаменатель обращается в 0. Теперь мы можем приравнять 0 числителям. Запишем, что у нас в числителе. у в квадрате плюс у плюс 2 у плюс 2 у в квадрате плюс 4 у минус 6 у в квадрате и минус 6 у равно 0. у в квадрате плюс 2 у в квадрате плюс 3 у в квадрате. И минус 6 у в квадрате. Это минус 3 у в квадрате. Теперь у плюс 2 у – 3 у плюс 4 у – 7 у и минус 6. Это плюс у. И свободный член только у нас 2 плюс 2 равно 0. Так, ну, можем еще разделить на минус 1. Получим 3 у в квадрате. Минус у минус 2 равно 0. Тогда у, первое, второе будет равно плюс 1 плюс минус корень квадратный из 1 минус 4, а, c. Так, и разделить все на 6. Это будет равно 1 плюс минус. Здесь у нас под корнем, правда, 2 у нас с минусом, значит, знак нужно поменять. Тогда под корнем у нас получается 1 плюс 24. Это 25. Корень из 25 – это 5. И разделить на 6. у, первое, будет равно 1 плюс 5, 6 на 6, 1, у, второе, 1 минус 5, минус 4, 3, минус 4, шестых, или минус 2, третьих. Минус 2, третьих. Так, мы получили два значения у. Теперь мы возвращаемся к нашей переменной у, равную х в квадрате минус 3х плюс 3. Если мы единицу перенесем вправо, поменяем местами левую и правую часть, получим х в квадрате минус 3х плюс 2 равно 0. Тогда х, первое, второе, будет равно 3 плюс минус корень квадратный из 9 минус 4а, с. И разделить все на 2. Это будет равно 3 плюс минус под корнем 9 минус 8 единица, корень из единицы единицы, на 2. Получается х, первое, равно 3 плюс 1, 4 на 2, 2, х, второе, 3 минус 1, 2 на 2, единица. Теперь второе значение мы получили. Минус 2, третьих, равно х в квадрате минус 3х плюс 3. Ну, во-первых, мы перенесем 2, третьих вправо. Во-вторых, мы все умножим на 3. Получим 3х в квадрате минус 9х плюс 9 и плюс 2, потому что мы минус 2, третьих перенесли вправо. И это все равно 0. Получили уравнение 3х в квадрате минус 9х и плюс 11, равно 0. Вычислим дискриминант уравнения. Дискриминант будет равен минус 9 в квадрате 81 минус 4а и с. Это будет равно 33 на 4. Это будет 132. Значит, 81 минус 132. Это получается минус 51. Дискриминант отрицательный. Поэтому данное, это уравнение не имеет корней. А у нас остается только корни х1, х2, 2 и 1. Уравнение имеет 2 корня. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...